Всем привет, ребят, с вами Вархаммер. Что же, 13 этап лиги ПКТ. Все ближе и ближе мы находимся к финалу данной лиги. Ну а сегодня у нас Австрия. Достаточно интересная трасса и достаточно, в неком роде, сложная в онлайне, потому что здесь очень легко получить штрафы за средства, поскольку ты все время вынужден выезжать очень широко на выходе, либо уже на входе в поворот. Но сегодня у нас дождик решил пойти на трассе, причем в квалификации и в гонке. То есть, ну, ожидалась дождевая гонка и, соответственно, в режиме гонки мы не будем прям так уж сильно пушить и, соответственно, ну, выезжать за предел трассы особо тоже не будет нужды, чтобы там как-то пошире войти в поворот, потому что, ну, заезд на поребрик во время дождя чревато разворотом. Что же, перейдем к квалификации. Первый круг был выездной и просто проверка на то, как хорошо работает сетап, потому что у меня как бы на эту гонку было подготовлено, так можно сказать, два сетапа, потому что изначально вот на котором сетапе я еду, где крылья стоит 4.7, я планировал поехать, но в тестах с моим сокомандником я понял то, что сетап очень плохо едет в гонке, и, по крайней мере, на прямых я, ну, не сильно отыгрывал, наоборот, много проигрывал сетапом с крыльями 2.6, из-за чего я потом перешел на те же самые крылья 2.6. Вторая попытка. Уже полсекунды я снимал с своего времени, но я знал то, что мог еще снять где-то 3 десятых, потому что первый сетап у меня был очень и очень плохим. Ну и что же, последняя попытка, причем я планировал пойти на две последних попытки, но, к сожалению, на выезд из петлайн я столкнулся с трафиком, который надо было пропустить, и из-за этого я потерял как раз-таки полминуты времени. Ну и что же, одна попытка, надо в нее вложить все, что я могу. Первый поворот опять был пройден очень плохо, я его и тогда прошел в трех попытках плохо, да, сейчас чуть улучшил, но я где-то потерял одну десятку по отношению к тому, как я его прошел в первой своей попытке. Третий поворот уже более-менее, на выходе меня, правда, сносит, из-за этого я начинаю терять полдесятки, впереди также там Red Bull перемещает сюда с траектории. Ну и что же, окей, я понимаю то, что дальше я могу еще улучшить, начинаю потихоньку улучшать, плохо захожу в четвертый поворот, меня очень широко выносит, но на выходе я что-то отыгрываю. Ну и тут уже начинаю в конце второго сектора, в начале третьего отыгрывать потихоньку, опять меня сносит, то есть пытаюсь по максимуму поехать, причем у нас в этот момент уже дождь прошел, но по сути на сликах выезжать было страшно, потому что гонка не пришла еще в сухой режим, и даже с такой траекторией спокойно сликах тебя могло развернуть уже, дотаскиваете две десятых, но, к сожалению, после повороти я немножко запорол выход, теряю десятку и привожу таму 120 тысячных, это очень мало, я мог привести гораздо больше, из-за этого на стартовой позиции седьмая. Что же, в гонке у нас, как я говорил, тоже дождь, мы стартуем, в принципе, старт прошел более-менее, меня не снесло, меня никто не обошел, пытаюсь менять в середину трассу, чтобы все те, кто давит в первый поворот, оказались в невыгодной позиции, меня из-за этого немного, правда, сносит. Кило замедляется, так как он мог ехать в буки, из-за этого я начинаю вот тут же атаковать, и, соответственно, уже выхожу на шестую позицию, в принципе, старт в таком случае уже прошел неплохо, самое главное теперь до конца добить шестую позицию, потому что мы шли бок о бок, плюс я в третий порт еще зашел очень поздним торможением, зато очень широко улетел, но благо на выходе из третий порта я все-таки завоевываю эту шестую позицию, ну и теперь надо было самое главное удержаться позади буки и зейдерса, которые шли на пятом и четвертом месте, соответственно. В первой тройке у нас шел Мирандикс, Кистед и Твайл, за ними я не особо думал угнаться, достаточно быстро они поехали, ну и самое главное, да, было как можно быстрее прорваться вперед. По темпу вначале было непонятно гонки, потому что, ну, территории у нас еще нету, поэтому настройки там особо не работали у меня, но я плюс-минус понимал то, что буки, я его потихоньку догоняю, соответственно, я еду чуть быстрее, чем он. Также, да, мне еще надо было оторваться от позади идущих, но это, в принципе, со временем было делать не проблема, потому что в дождь в Австрии очень сложно пилотировать, вот во второй части трассы, когда начинаются скоростные повороты, грязный воздух начинает делать свое грязное, так сказать, дело. К шестому кругу у нас продолжалась ситуация с буки, я его потихоньку нагонял, но обогнать в дождь очень сложно на прямых, потому что тебе надо очень хорошо выйти из поворота, но чтобы из него выйти хорошо, тебе надо хорошо в него войти, а в грязном воздухе это как раз-таки проблемно, то что повороты здесь, по сути, все среднескоростные, ну, кроме, за исключением, да, двух поворотов. Ну и что же, седьмой круг буки, ошибаясь на выйти из первого поворота, я тут же пытаюсь с ним поравняться и пройти, потому что, ну, мне надо как можно быстрее его обойти. И к третьему повороту я начинаю раньше чуть-чуть тормозить, небольшой контакт между нами происходит, его немного сносит в мою сторону, ну и по итогу буки защитил свою пятую позицию, Зейдер за счет этого оторвался от нас, но по темпу мы были с буки быстрее, чем Зейдер. Скорее всего, у Зейдер состояли крылья очень высокие, потому что на прямых он проиграл очень много, и в скором времени вы это увидите. Что же, четырнадцатый круг у нас продолжается, так сказать, преследование за буки, мы догнали уже из Зейдерса, уже он был от меня в секунде, полутора секунды ход буки в секунде. Вот, снова первый поворот, снова буки промахивается и очень плохо выходит из него. По итогу я тут же снова пытаюсь его атаковать, снова жму кнопку, все что только можно. Снова мы поравнялись к третьему повороту, но все-таки буки выходят чуть вперед, я еще чуть раньше отормозиться, буки пролетает поворот слегка, я же немножко перекрещиваю траекторию и по итогу все-таки ворваюсь на эту пятую позицию и, наконец-таки, могу гнаться за Зейдерсом в чистом воздухе, потому что в втором секторе было сложно гнаться за буки, краски из-за этого грязного воздуха. Ну и потихоньку мы уже приближаемся к моменту, когда начинаются первые пидстопы, так как мы ехали на промежутке, который у нас был уех с квалификацией, чуть-чуть как он был подизношен, но я был уделен то, что не сильно он был изношен, потому что у меня был износ где-то на старте 1% на передней шинах и сзади там 2-3%. Вот, самый главный теперь был, как догнать Зейдерса, который от нас в этот момент уехал. Вот, ну, по итогу, по итогу я начинаю потихоньку к нему приближаться, даже в поворотах очень сильно приближаться. Скорее всего, Зейдерс очень сильно уже ушатал к этому методу свою резину, поэтому он стал уже проигрывать в поворотах и на прямых. То есть, видно, как мы... По дельте я начинаю очень сильно догонять, при этом я не жму прям кнопку и топливо не сильно выжигаю. На штрафскую я еще и ловлю свою первое предупреждение. Первый пятнадцать кругов из бюджетка не удавалось избегать этих предупреждений. Ну, теперь самое главное, просто не продолжите получать их и, соответственно, не доводить дело все до штрафов. К штрафскому кругу у нас начинают как раз заезжать пилоты уже в боксы. Я продолжаю ехать за Зейдерсом, приближаюсь к нему потихоньку и думаю то, что надо как-то пытаться обойти до пидстопа, ну, чтобы все-таки как-то начать выигрывать по отношению к нему. Вот. И плюс надо еще было думать, когда я буду заезжать на пидстоп, потому что если пилоты сейчас заехали, у них будет неплохой такой андеркат, и если я пойду на пидстоп к девятнадцатому кругу, как изначально задумывалось, то я проиграю очень и очень много времени. В данный момент резина не сильно терял по темпу по отношению к тому, что она имела в начале гонки, но на выходах становится все сложнее и сложнее, потому что резина больше не нажится у меня именно сзади, чем спереди, поэтому это накладывало определенные трудности на разгоне, но благо все более-менее обходилось без спинов, так сказать. К Зейдерсу я подъезжаю все ближе и ближе, тут, да, конечно, он оторвался от меня, мне еще немного снесло в конце второго сектора, но все-таки я видел то, что по темпу я быстрее еду, ну и да, потихоньку начинаю пушить, вижу то, что Зейдерс смещается на эту траекторию, значит, он уходит в боксы, и, соответственно, я решаю то, что окей, я пройду еще один круг, потому что резина, в принципе, это позволяет, я чувствую то, что она еще находится в своем хорошем темпе, выезжаю в начале 19-го круга, и тут немного была заминка у меня с пит-лиминтатором, я потерял из этого где-то, наверное, полсекунды, да, меня обошли все три пилота, включаем его напарника, который заменял Славу, в этот раз ехал за нас Шеверталов, но почему он сейчас прорывается с последних рядов, потому что на квалификацию у него был бан, так сказать, и то, что у него не было анборда с этапа в Абудабе. Ну, что же, мне надо теперь было как-то отыграть секунду до моих оппонентов, ну, и, соответственно, да, с Шеверталовым я старался не бороться, потому что, ну, понимал, что темп человека достаточно высокий по отношению к моему, ну, и, в принципе, он уже начинает атаковать буки на старт-финишный прямой, и, соответственно, в первом повороте, скорее всего, будет уже борьба, либо же уже к третьему повороту. Потому что буки, в принципе, неплохо проходят первый поворот, встречи вот до этого, как у них было. Ну, и при этом все-таки лучше уходить Шеверталов, тут его еще и прижимает к траве, потому что у них там был небольшой контакт в первой их стычке, но по итогу Шеверталов входит вперед. Теперь главная моя задача была также пытаться пройти буки как можно быстрее. По темпу я помню то, что я еду быстрее него, но, опять же, грязный воздух делает все дело, поэтому мне надо было ждать ошибки. И это, в принципе, вот вся проблема дождя, то есть дождливые именно условия на трассе, то, что ты должен все время ждать ошибки от своего оппонента, чтобы его обойти, когда вы именно едете в одном темпе с ним. Вот поэтому дождевые гонки как раз-таки достаточно унылые, неинтересные, потому что обгона происходит по минимуму, то, что если пилоты одного уровня, они не совершают глупых достаточно ошибок по типу там разворота на выходе, из поворота, либо что-то в этом духе. Вот, к концу 21-го, 20-го, точнее, круга, я потихоньку приближаюсь к буке на выходе на старшую прямую, пытаюсь его догнать, но по скорости видно то, что он жмет кнопку, как и я, и то, что у него крылья, похоже, все-таки меньше, чем у меня стояли. У меня стояли 5-7 крылья, ну и они мне позволяли в поворотах очень уверенно себя чувствовать. В 21-м кругу я ловлю уже второе предупреждение, и, соответственно, мне теперь надо было ехать без ошибок и постараться не получить уже 3-х секундный штраф. Опять же, выход с первого поворота, я близко к буке, но он начинает тут же отрываться за счет кнопки. Впереди, тем временем, Шеверталов обошел Зейдерса, Зейдерс контратакует на подъезде к третьему повороту, бок о бок они входят в него, но при этом Шеверталов все-таки остается впереди, и тут уже буке пытался пролезть к Зейдерсу. Я в этот момент пытаюсь как-то за ними угнаться, чтобы как-то поучаствовать в этой борьбе, возможно, получить эти две позиции впереди меня. Буки атакует Зейдерса в четвертом повороте, бок о бок они входят, я пытаюсь как можно хорошо выйти из него, но у меня не получается, но при этом между ними происходит контакт, между Зейдерсом буки, я пытаюсь воспользоваться этим по внешней траектории, в шестом повороте пытаюсь обойти буки, но я чуть-чуть цепляю этот чертов поребрик передним левым колесом, и мне дают штраф. И в этом на самом деле вся Австрия, то есть множество здесь поворотов, в которых надо выходить широко, но при этом ты не можешь выйти очень широко, то есть буквально если ты зацепишь своим колесом третьим, каким-нибудь там спереди, либо сзади, эту белую линию тебе дают предупреждение, ну и последующим штраф, и это на самом деле очень дико бесит на каждой трассе, когда ты выходишь, но чуть-чуть, тебе это не дает никакого по сути преимущества, но игра считает то, что, сорян братан, тебе это дало преимущество. По итогу трехсекундный штраф, у буки к 28 кругу также был штраф, и за это он поднял свой темп, обошел Зейдерса, ну либо же у Зейдерса темп упал, но хотя после можно заметить, как буки начинают просто отрываться от нас, я пытаюсь приблизиться к Зейдерсу, обогнать его, чтобы так же начинать отрываться от Зейдерса, но черт пузырь, я ничего не могу поделать, на выходе Зейдерс лучше выходит из поворотов, напрямую я начинаю его догонять, даже без кнопки, кнопки у меня уже даже не было в этот момент, 10%, это просто херня на самом деле, вот, и по итогу я нахожусь в патовой ситуации, то что, ну буки от меня уезжает, Зейдерс меня как бы сдерживает в этот момент, я его не могу никак обойти, и черт подери, спасибо дождю за это, но, но, конец, точнее начало 33-го круга, и у нас происходит достаточно интересный момент, не то что меня сносит, это не самый интересный момент, а сейфтикар, то есть у нас разбивается санчелло в третьем секторе, выходит сейфтикар в конце гонки, то есть обычно сейфтикар, ну не выходит так поздно, то есть, ну, даже если остается до конца гонки, там, 4-3 круга, ну, зачем смысл от СК, и по итогу посмотрите, когда СК уходит, 34-й круг, то есть он выехал, и грубо говоря, в следующий круг заехал, и по итогу, у нас не собран пилот он полностью, у нас собралась топ-десятка, и я был в этот момент в полной заднице, потому что 3 секунды у меня уже имеется, позади меня есть пилоты, да, от них я может быть смогу как-то отъехать, но за 2 круга я не смогу уехать в 3 секунды от них, и по сути, этот сейфтикар просто, ну, для меня, он перечеркнул полностью гонку, в этот момент я еще и ловлю последние свои 3 секунды, потому что до этого имел 2 предупреждения, и все, 6 секунд, делай с этим, что хочешь, и да, если бы не было сейфтикара, я получил бы даже эти 3 секунды дополнительные, позиция моя бы не поменялась, вот килл у меня был отрыв в тот момент 7 секунд, и я бы вот без проблем сохранил бы до СК, и остался бы на своих 7 позиции, и в принципе был бы доволен этим, ну и что же, у нас происходит финиш, и по итогу, бац, тут я еще и прав, выиграю, конечно, позицию подошли к своему напарнику Шеверталу, у которой нахваталось 12 секунд штрафов, но я падаю до 9 позиции, и это просто фиаско, братан, да, черная полоса продолжается, к сожалению, ладно, остается 3 этапа, будем надеяться, то что на них мне удастся что-то показать, а на этом все, с вами был Warhammer, пока-пока, ребят, и удачи!